Собирать солдатиков Вячеслав Лапашов начал еще в детстве. Сначала коллекция пополнялась обычными оловянными столбиками. Так Вячеслав Викторович называет своих первых солдатиков. А уже после начали появляться пластиковые фигуры. И вот спустя несколько лет мужчина создал свой собственный музей военно-исторической миниатюры, где нашел место к каждому экспонату. Сразу наполнилась эта комната, две эти комнатки. И диорамой Бородинского сражения, и другими витринами с солдатиками. Очень огромное количество солдатиков было тех времен, когда я совсем был маленький. В музее можно увидеть Наполеона, Александра Македонского, Д'Артаньяна и других исторических личностей. Также можно увидеть машины и танки Великой Отечественной войны, медали, ордена и кители. Мальчики, девочки, которые сюда приходят, не могут ознакомиться с такой небольшой историей. Я не скажу, это у нас не супермузей, но такая маленькая выставка специально для людей, которые хотят укунуться в мир, наверное, игры, в мир детства, а некоторые в мир истории. Для маленьких посетителей музея Вячеслав Лапашов придумал витрину, на которой расположилась коллекция щелкунчиков. По словам Вячеслава Викторовича, малыши еще не понимают историю. Но, увидев знакомую фигурку, загорается интересом. Щелкунчик это все знают. Он видит, ай, какая интересная игрушка. И сразу ему становится интересно. А потом мы его подводим вот к такой маленькой диорамке, где рыцари бьются около замка. И тут они думают, ну это что рыцари воюют около замка-то зачем? Оказывается, там стоит принцесса из Барби сделанной. Оказывается, они борются за принцессу. И тут им становится уже интересно. Они уже понимают смысл какой-то вот. Ну и зачем что-то происходит? Прийти в музей военно-исторической миниатюры может любой желающий с понедельника по пятницу с 15 до 20.00. Без возрастных ограничений. Сотрудники канала 16 поздравляют всех сотрудников музеев с профессиональным праздником. Желаем, чтобы залы никогда не пустили, а для посетителей поход в музей всегда был частью культурной программы. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.